Господи Божий мой, на тебя убавал, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня, в субботу, за богослужением читается Евангелие от Иоанна, с 17 стиха 15 главы по 2 стих 16 главы. Послушаем это дневное евангельское зачало в прочтении Иродьякона Отца Александра. Речи Господь своим учеником, си заповедую вам, да любите друг друга. Аще мир вас ненавидит, ведите, якомене прежде вас возненавиде. Аще от мира бысти были, мир уба своей любил бы. Якожо от мира нести, но аз избрах вы от мира, сего ради ненавидит вас мир. Поминайте слово, ежа озрех вам, несть раб боли Господа своего. Аще мине изгнаша и вас изженут. Аще слово мое соблюдоша и ваше соблюдут. Но сия все творят вам за имя мое, як они ведят пославши гомя. Аще небых пришел и глагол им, греха небыше имели. Ныне же вины не имут о гресе своем. Ненавиде мене и отца моего ненавидит. Аще дел небы сотворил в них, их же ин никто же сотвори, греха небыше имели. Ныне же и видеша и возненавидеша мене и отца моего. Но дозбудется слово писанное в законе их, яка возненавидеша мятуне. Игда же придет утешитель, его же аспаслю вам от отца. Дух истины и же от отца исходит. Кто и свидетельствует о мне? И вы же свидетельствуете, яка искони со мною исте. Сия глаголах вам, да не соблазнитесья. Отсон меч и жденут вы. Но придет час, да всяк и же убиет вы. Мниться службу приносите Богу. Прочитаем этот текст вместе в русском переводе. Сказал Господь своим ученикам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха. А теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха. А теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их. Возненавидели меня напрасно. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от отца, дух истины, который от отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Выразив со всей полнотой свою любовь к апостолам, которая сказалась в том, что он их избрал для великого служения, Господь заповедует, да любите друг друга. Любовь к ближним – это закон Бога, обязательный для всех, вступающих в Царство Божие. Об этом законе Спаситель уже не раз говорил своим ученикам. Теперь же Христос еще раз напоминает своим последователям об этой заповеди, чтобы они не подверглись унынию, услышав о предстоящих гонениях и страданиях. Господь утешает их прежде всего тем, что в этом случае апостолы будут испытывать со стороны мира ненависть, с какой мир еще раньше относился к самому Христу. Епископ Михаил Лузин пишет, «Утешением и укреплением при всем последователям Христовым должна быть мысль, что эта ненависть и вражда мира направлена, собственно, против Христа и Отца Его Небесного. И, следовательно, если они будут страдать от этой вражды и ненависти, то это будет страдание за Христа и Бога, и за эти страдания будет великая награда, враждующим же наказание». Господь предупреждает учеников, «Раб не больше Господина Своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас. Если Мое Слово соблюдали, будут соблюдать и ваши». Этими словами Господь призывает апостолов не падать духом, если их будут преследовать и отвергать учения, которые они несут. Что делали по отношению ко Христу, тоже будут делать и по отношению к ученикам. Указывая причину ненависти мира к проповедникам Евангелия, призывающему людей к вере во Христа, Спаситель говорит, «Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают пославшего Меня». Александр Павлович Лопухин замечает, «Самое это неведение является несомненным грехом после того, как Христос учил иудеев и совершал перед их глазами свои великие дела и чудеса. Если они не воспользовались этими средствами к приобретению истинного познания о пославшем Христа Боге, то ясно, что они питают в своем сердце ненависть не только ко Христу, но и к Богу». В этом неверии и в этой ненависти к Нему со стороны мира Господь указывает на исполнение ветхозаветного пророчества. «Ненавидящих Меня без вины больше, нежели волос на голове Моей. Враги Мои, преследующие Меня несправедливо, усилились. Чего Я не отнимал, то должен отдать». Здесь Давид изображает обрушившиеся на Него гонения со стороны врагов. Но Господь осматривает в Давиде свой прообраз, а в отношении врагов к Давиду указание отношения мира к истинному царю Израилеву, потомку Давида по плоти. Желая укрепить учеников в предстоящих скорбях, Господь предрекает, что Дух истины будет свидетельствовать о Нем. Как исходящий от Отца, Он знает все в точности, ибо Он от того, от кого всякое познание. Апостолы же будут проповедовать о Христе, как видевшие Его славу и первыми восприявшие Его благодать и истину. «Слова Христа, дорогие братья и сестры, посвящены всем, кто следует за Ним и Его учениками. Мир остается миром, и в Нем всегда есть люди, которые противятся Слову Спасителя. А потому Христос не обещает Своим последователям благополучия и удобств в земной жизни. Но если мы разделяем со Спасителем Его участь, Он призывает нас быть наследниками вечного блаженного Царства Небесного, двери Которого открываются для нас. Помогай нам в этом, воскресший Господь! Господи Божий мой, натяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя! Аморь, уtail, аморь. Почему? Аморь. Вот.